Давайте поговорим о зоне, в которой все хорошо. Я вот знаю о проекте внедрения, или, может быть, точнее говорить, перехода на российское ПО Агентство 2. Мы все знаем, что Агентство 2 – это официальный сейлс-хаус Триколора, но этим, в общем, его проекту на рынке не с чем. И, опять же, я знаю, что Агентство 2 активно очень развивает направление гибридных измерений. А мы вот в первой сессии услышали, и коллеги все согласились, с тем, что вопрос адекватных измерений аудитории, ее предпочтений, смотрения – это вопрос ключевой. Вы все согласились с этим, и, собственно, ответ на этот вопрос, как в новой реальности измерять аудиторию, заниматься медиазмерением, дает как раз и вот этот кейс по переходу на российское ПО Агентство 2. Вот, Денис, расскажите, пожалуйста, зачем вы этот проект инициировали, какие задачи решали, ну и, может быть, в какой связи он как раз связан с гибридными измерениями, является ли здесь, ну, это одно вытекает из другого, или все-таки это независимые процессы? Ну, смотрите, предыстория проекта, она достаточно длительная, потому что, ну, если говорить сейчас о каком-то импортозамещении, я пока не буду, но, в принципе, технологии медиазмерения, они традиционно уже сложились в мире, и с тех пор, как телевидение возникло, измерения не менялись, там, не будет, или потом дальше еще что-то. И в конечном итоге традиционный стандарт – это панельные измерения, то есть каналы, канальное телесмотрение мерилось всегда панельными метрами. А в России данные измерения проводила всегда компания «Контактон ТНС», а в дальнейшем они стали радиоскопом, и, собственно, валюта в рынке для переклавы, для любых форматов монетизации и оценки телесмотрения – это определенные доли и рейтинги. Соответственно, это очень высокостандартизированная история, и есть обычные математические формулы, при помощи которых, собственно, пообрабатывает те данные, которые приходят с приемников, там, с телеметров, и в конечном итоге эти данные, они уложатся уже в основу тех измеримых характеристик телесмотрения, которыми мы привыкли пользоваться, я думаю, привык пользоваться. У нас был, ну, просто вот для нашего ключевого клиента достаточно серьезная проблема в том, что тот же медиаскоп, он меряет только каналы с большой долей телесмотрения. Остальное все, собственно, по методу, по панельному глубоко в своей непогрешности. И там большой пул каналов после, там, 20-30 каналов, если оператор показывает 300 каналов, соответственно, все остальные каналы, они в зоне погрешности, их невозможно померить, и невозможно посмотреть вообще, какие показатели. То есть это либо надо заказывать какие-то исследования за большие деньги, но постоянных данных о них никаких не было. Ну и, собственно, эту задачу мы начали обрабатывать, как, собственно, как ее решить. Но сначала мы воспроизвели на нашем, собственно, проекте панельные измерения, которые делает медиаскоп, и достигли того, что измерение аудитории Триколор, оно достаточно точно отображалось по тем каналам, которые медиаскоп меряет в истории России. Мы видим те же цифры, ну, то есть довольно точно. А потом стандарт измерений GIGITAR, который тоже использовался во всем мире. Мы его изучили, мы поняли, как он работает. И это нам дало возможность задуматься о том, что любое покупное ПО, которое так или иначе можно использовать, а мы раньше пользовались ПО, которое в балканских странах использовалось тем же контаром и ТРНС для измерения аудитории, и там национальные измерения строились на этом ПО. Но оно, естественно, зарубежное, потому что на то время, когда у нас этот проект развивался, не было вообще ни одного российского аналога этого ПО. Соответственно, если медиаскоп и ТРНС мерили своим поломарцам в те времена еще, потом там дальше начали развиваться уже решения, но эти решения все равно, так или иначе, в UK. И, в принципе, российского не было. Мы для себя поставили задачу воспроизвести, собственно, это ПО, но, учитывая ту динамику телесмотрения, что канальное телесмотрение, оно уступает контентному телесмотрению, появилась потребность измерять в том числе и контентное телесмотрение. И, собственно, вот эта предыстория нашего проекта. То есть сначала появился заказ на то, чтобы качественно мерить канальное телесмотрение, Второе, появился заказ на то, чтобы качественно мерить канальное телесмотрение, которое по традиционной методике в зоне погрешности. Третье, мы начали видеть тренды на импортозамещение и проблемы с возможностью софта зарубежного. Собственно, это все выродилось в бизнес-задачах. Бизнес-задача была на данный момент уже решена практически. То есть у нас есть три этапа по приемке нового ПО. Первый этап у нас успешно пройден, два следующих в ближайшем месяце будут проходить. То есть какие задачи мы решили? Первая задача – это мы меряем те каналы, которые не меряет национальный измеритель. Второе, для клиента мы сделали проект достаточно удобный и комфортный, потому что, например, Медиаскоп меряет гораздо меньше, там меньше квот при измерении используется, потому что там задача основная – это измерять крупные платежеспособные регионы, в которых рекламодатель готов размещать свои средства. И, собственно, данные Медиаскопа, они, по сути, это бизнес-инструмент для того, чтобы на финансовые потоки рекламодателей поступали в нужные каналы и медиахолдинги. У нас была задача другая. У нас была задача для того, чтобы правильно формировать и контентную политику тех каналов, которые самостоятельно делаются в фондинге, и, собственно, распоряжаться рекламодателями, и привлекать рекламодателей на те каналы, которые не измеряются в Медиаскопе. Ну, собственно, все эти задачи, так или иначе, поскольку они не решались традиционными методами, пришлось придумывать, как решать. И вот этот проект, он как раз на это наценивает. Здесь очень коротко о сути, да, в чем изменился механизм измерения, да, как удалось вам грузить онлайн данные, данные из онлайн. И вот, ну, может быть, пару слов о том, как вы работали в процессе разработки этого блога, была ли это разработка ин-хаус, или это аутсорс, или какое-то коробочное решение, правильно, за основу, то есть вот о механике и о разработке. Ну, вы правильно сказали, гибридный проект, он подразумевает два типа измерения. Первое, стандартное измерение панельное, без которого никуда не двинешься, потому что в нашем мире есть два типа данных. Первые данные — это исследовательские, вторые данные — это бигдата, которые собирают с устройства напрямую. Эти два метода, они принципиально отличаются. Бигдата, она не несет в себе никаких социально-дематологических характеристик. То есть мы по бигдате не можем понять, кто смотрел, как смотрел, какой состав там перед телевизором сидел, какие у них, собственно, там доход и прочие социальные характеристики по возрасту. А исследовательские данные, они несут в себе эту информацию. Но исследовательские данные довольно дорого собирать с огромных аудиторий. Соответственно, панельный подход, мы его сохранили, мы его уточнили, мы сделали из него, ну, то есть там стандарт метода, он как бы не рушим. И если мы его соблюдаем, мы получаем данные, которые абсолютно бьются со всеми данными других игроков рынка, которые их собирают. И мы взяли за основу этот проект и дальше начали собирать бигдату. И начали бигдату обогащать при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, машинного обучения теми данными, которые мы взяли на основе наших панельных измерений. То есть получается, качество измерений мы берем при помощи панельного метода, а количество данных мы берем при помощи сбора данных со всех устройств, которые нам эти данные дают. И, собственно, вот гибридное ПО, которое позволяет обработать панельные данные и обработать бигдату и привести их к единому знаменателю с точностью 95-98% достраиваются данные социально-демократическими характеристиками и получаем как бы панель, но очень большую. Либо мы получаем как бы бигдату, но очень точную, с очень точными характеристиками пользователя. И дальше это выгружается в тех самых привычных рынковых отчетах с теми самыми привычными метриками. Это доля, телесмотрение, рейтинги, в принципе, и GRP можно, если рекламный рынок будет готов к этим данным, можно, в принципе, и сделать из этого валюту для рекламы. То есть гибридный метод состоит из двух частей. Это панель и это бигдата. И, собственно, синергетический эффект этих двух характеристик дает возможность обладать высокоточными характеристиками большого количества панентов. Причем, если говорить уже более детально, можно брать практически до каждого домохозяйства и присматриваться на его поведение, вычленять из всей этой аудитории и рассматривать его под разными ракурсами. Соответственно, можно строить разные таргетинги для рекламы, можно строить разные целевые аудитории для формирования того же днишевого контента и канального. Ну, в общем, это... Ну, как бы мы предвосхитили ожидания рынка, потому что рынок сейчас говорит о том, что нужна какая-то уникальная система, которая может существовать и мерить все разные способы потребления контента во всех сферах, но, вот, собственно, во всех средах. Вот, собственно, этот продукт может этому помочь. Собственно, пока этот продукт идет на проекте одного оператора, крупного оператора, это Триколог ТВ, мы обрабатываем данные их. Если понадобится масштабироваться этот проект, и будет запрос на импортозамещение на более глобальных каких-то рынках, чем у вас оператор, ну, естественно, этот тракт может быть большинство мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok